Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы поговорим с вами о биткоине, красоте математики. Нас ждет 47-я часть. Если вам, ребята, нравится этот контент, подпишитесь на канал, поставьте лайк под видео и оставьте капельку вашей любви в виде бесценного комментария под видео. Но хватит слов ближе к делу. В общем, на 1 июня 2024-го общая капитализация всего крипторынка как класса активов подходит к 2,528 трлн долларов. При этом справедливая стоимость активов составляет 2,637 трлн долларов, что означает незначительную недооценку примерно в 4,1%. Общая идея заключается в том, что суммарная капитализация класса актива проходит через периоды недооценки и периоды переоценки. Ведь по мере движения рынки проходят через так называемые раздутые фазы, а также через, так сказать, депрессивные фазы, когда никто не хочет касаться крипто. И на графике вы видите красную линию, которая представляет справедливую стоимость. А зеленая линия, а вернее то место над красной линией, означает территорию полноценного взрывного роста. Территория под красной линией. Представляет так называемое окно, в котором актив движется очень и очень медленно, чем всех очень сильно заебывает. Иногда линия оказывается в нижней части этой регрессии, особенно учитывая эти фитили, которые мы с вами видели. И что можно сказать? Бизнес, как всегда, по большей части. И самое важное, что мы наблюдали за прошедшие несколько лет, это то, что большинство капитала, которое было вложено во многие из этих альткоин-проектов в последние циклы, в значительной части переходило в биткоин. Если на это посмотреть с точки зрения того, где сейчас находится биткоин, то биткоин находится буквально на историческом максимуме, или, по крайней мере, очень близок к историческому максимуму. При этом остальные криптовалюты даже не подошли близко. Эфир более-менее, но все же еще не там. Очевидно, есть и такие, как Cardano, Avalanche, Polkadot, Matic, XRP, но даже и Solana, хоть и поднялась сейчас, не приблизилась к историческому максимуму. Это именно то, как и работают циклы в данной стадии циклов. Мы идем через все эти периоды, когда биткоин захватывает первенство в рынке, забирая большую долю рынка на себя, а люди продолжают думать, что рынок альткоинов догонит. И теоретически, когда-нибудь, вероятно, это будет. Но вся суть вещей, о которой мы говорили последние два с половиной года, заключается в том, что биткоин должен будет отвоевать большую часть этой доли до момента начала смягчения денежно-кредитной политики. И мы довольно близки к этому. Начало смягчения кредитно-денежной политики, которая в большей степени следовала за биткоином, по крайней мере, последние два с половиной года, даже с вершины 2021-го. Если вы работаете только с биткоином, усредняетесь в долларах, то в целом у вас все должно быть хорошо. Так? Да, есть некоторые альткоины, которые показали лучшие результаты. Но определенно, биткоин является самой легкой стратегией, с которой можно работать. В общем, в целом, такие дела. Но помните, существует не так много примеров того, что конкретно происходило в рынке по мере снижения ключевой ставки. У нас есть один лишь пример, и это было в последнем цикле, когда ФРС начала сокращать ставку в 2019-м. В итоге мы слегка заступили на переоцененную территорию. Затем мы опустились вниз и не поднимались до истечения следующего года, когда мы на полную поехали вверх, когда массово начало происходить количественное смягчение. Но для большего понимания того, что происходит и что нам ожидать, нужно смотреть на историю. И недавно мы на самом деле пробились выше линии справедливой стоимости. Прямо сейчас мы немного ниже нее. Но каждый раз, когда мы поднимаемся выше справедливой стоимости, стоит задаться вопросом, а что было в прошлый раз, когда мы поднимались выше линии справедливой стоимости? И если мы обратимся к предыдущему циклу, мы увидим, что как только мы поднялись выше, это продлилось некоторое время. Кстати, именно тогда и была впервые сокращена базовая ставка, после чего биткоин и остальные криптоактивы основательно упали, после чего взобновил работу денежный принтер и отправил нас в фазу взрывного роста. Но если мы откатимся еще на один цикл назад, то как только мы поднялись выше линии справедливой стоимости, мы назад не возвращались. В данном случае мы не опускались нише в 2016-м. Это держалось до самого 17-го года, то есть до момента года после халвинга. Так что в предыдущем цикле уверенное устойчивое ралли, которое отправило нас на запредельные высоты, не произошло до самого конца года после халвинга. А циклом ранее Такой взрывной режим не произошел раньше полугода следующего за халвингом. В еще более раннем цикле в большей степени походил на предыдущий цикл, когда в середине цикла образовалась вершина выше справедливой стоимости, затем мы немного опустились вниз. Но что примечательно, это произошло в году предшествующем халвингу, а также и в халвинг году, в ралли 2019-го года, после чего мы перешли в фазу маниакального роста. И это в буквальном смысле говорит мне и объясняет то, как работают в целом циклы, как они проявляли себя исторически. И, честно говоря, я думаю, что мы находимся на распутье. Если говорить откровенно то, что я думаю, мне кажется, мы находимся на пересечении дорог. Ведь у нас, с одной стороны, есть множество людей, которые говорят о том, что эта вершина представляет левосторонний цикл, когда вершина происходит в данном году. И это определенно может быть. Это вполне возможно. И хоть мы с вами этот сценарий уже обсуждали, мне кажется все больше и больше вероятным, основываясь на том, что происходит этим летом. Так что я считаю, важно помнить об этой теории, того, что вершина могла представлять левосторонний цикл, когда вершина образуется гораздо раньше того момента, когда это ждут большинство людей. Я думаю, что многие думают где-то о 2025 году. И знаете, что самое смешное? В том, что я слышу большинство людей, говорящих о том, что это будет в первом полугодии 2025-го. Да, это возможно, если посмотреть на предыдущий цикл. Вершина была в первом полугодии 2021-го. Но противоаргументом ко всему этому может быть то, что настоящая вершина произошла во втором полугодии 2021-го года. А также вершина 2017-го года образовалась во второй половине года. Аналогично в 2013-м. То есть вершина 2013-го образовалась в четвертом квартале. Поэтому в буквальном смысле слова крупнейшие вершины рынков в предыдущих циклах образовались в четвертом квартале года следующим за халвингом. Но одновременно вставит вопрос о том, что если рынок продолжит оставаться муниакальным, а мы продолжим кричать и ожидать продолжения роста без хоть какой-либо передышки, то как долго это может все продолжаться? И вот именно это и приводит на мысли у людей о леворазвернутом цикле. Ведь приходится задуматься о том, что мы сохраняем взрывную фазу роста с октября. И что произойдет, если мы на самом деле сбавим обороты на несколько месяцев, как, например, в 2013-м. Посмотрите, в том году также была вершина в апреле, а в этом году у нас локальная вершина образовалась в марте. Но что, если мы начнем остывать, а затем увидим новое ралли в четвертом квартале, что станет итоговым финальным импульсом, а затем начнется медвежий рынок в 2025-м, вместо того, чтобы увидеть бычий рынок. И опять же, если мы с вами посмотрим вот на этот паттерн, то будет логично предположить, что нам даже не нужно смотреть на этот цикл. Посмотрите на предыдущий цикл. Мы здесь видим с вами ралли с вершиной, образовавшейся в апреле, передышка, а затем новая вершина в этом же году. И если такой же сценарий отыграет в данном году, то можно будет утверждать, что потенциально это ведет к левостороннему циклу. При этом противоаргументом, на мой взгляд, может быть то, что если и есть некоторые промежуточные фазы, как, например, в 2019-м, когда начались сокращения базовой ставки, тогда рынок и начал остывать. И в 2019-м эта передышка длилась 6 месяцев. В итоге это все затянулось на 9 месяцев из-за пандемии. Но если бы пандемия не случилась, то можно утверждать, что остывание длилось 6 месяцев. Так что я склоняюсь вот к чему. В конечном итоге все приведет либо сокращение ставки, либо станет концом периода замедления, либо нет. И развитие этого сценария нам, по крайней мере, поможет более ясно понять природу этого цикла. Будет ли это вершина левостороннего цикла, либо же это будет более классический цикл, с вершины в году, последующем после Халвинга. Честно говоря, лично я склоняюсь в сторону обычного, давайте не будем все переусложнять, цикла. Но также я считаю важным отдать должное теории левостороннего цикла. Потому что ведь сейчас, первый раз за всю историю, когда у нас образовался исторический максимум до Халвинга, ну на самом деле это не полностью правда, ведь во время самого первого цикла, перед Халвингом, это было. Но если говорить о каждом последующем после этого цикле, так? Ведь самый первый цикл не имел никакой истории, чтобы можно было с чем-то сравнить. Но все последующие циклы после этого всегда показывали вершину после Халвинга, а не до, кроме последнего, что поднимает вопрос о том, что если это произошло, не левосторонний ли цикл сейчас у нас имеет место? Опять же, до настоящего момента, если мы с вами посмотрим на график как этот, то он нам подскажет, очевидно, что этот верх не такой маниакальный, как тот, что был в 21-м году, или тот, что был в 13-м году, образовавшийся в первом и втором кварталах. График говорит, что он не такой большой, при этом, несмотря на то, что все-таки так кажется. Но причина того, что он не такой, заключается в том, что большинство этих движений сделано благодаря королю биткоину. А большинство этого движения идет из-за спот-ИТФ, когда люди конвертируют свою альту в биток. И вот почему мы много говорим в наших видео о том, как сохранять стоимость Сатоши в вашем портфеле в годы предшествующие или последующие Халвингу, а также и во время годов Халвинга. В большинстве вам нужно оставаться с биткоином. Если хотите, вы можете спекулировать с альткоинами, я не пытаюсь вас заставить встать на цыпочки. Делайте, что хотите. Но, оставаясь с биткоином, вы явно видите, как большинство из этих альткоинов падают перед биткоином до момента смягчения денежной политики. И даже ЕЦБ, Европейский Центробанк, сказали, что, вероятно, начнут смягчаться с июня. То есть уже в этом месяце? То есть уже сейчас кредитно-денежная система может начать смягчаться? Но не забывайте, что в предыдущем цикле этот процесс начался спустя несколько месяцев после того, как это сделала ФРС. И тогда альткоины начали достигать своего дна в отношении биткоина после смягчения ФРС в 2019-м. Посмотрим, когда они это сделают, но не похоже, что это произойдет в июне, если только не появятся катастрофические отчеты по рынку. Но на самом деле мы увидим. Итак, мне нравится смотреть на этот график, потому что, да, конечно же, есть примеры, когда мы опускались в нижнюю часть логарифмической трендовой линии перед тем, как начинается настоящая движуха, которая нас уводит в верхнюю границу взрывной части. Мы видим, это происходило в предыдущем цикле и в предыдущем-предыдущем. Вы можете спорить, что в последнем цикле этого не было, на самом деле было. Нижняя граница была около 100 миллиардов, и если мы посмотрим на март 2020-го, что я вам сейчас и показываю, но на самом деле у нас был фитиль, который опускался вниз примерно до 100 миллиардов. Может быть, я вам даже сейчас это покажу, чтобы было понятно то, о чем я говорю. Знаете, если буквально вернуться к 2019-му, когда была пандемия, у нас было падение до низа в примерно 108 миллиардов. И это буквально куда мы опускались. И если мы это сравним с 2015-м, и посмотрим вот на это движение, когда нижняя граница была около 3 миллиардов, и посмотрим за капитализацией рынка в течение года, то увидим, что в августе 2015-го низ был около 3 миллиардов. Повторюсь, что на данном графике мы используем дневные закрытия, но это не значит, что у нас не было фитилей, опускающихся до самого низа этого логарифмического диапазона. Опять же, никаких гарантий, что это все повторится. Но если повторится, то, скорее всего, будет выглядеть очень убедительной возможностью, если все это произойдет за ожидаемым сокращением ставки. Но повторюсь, что в настоящий момент у нас пока снижения не наблюдается. В прошлом цикле биткоин рос до момента одного месяца, предшествующего сокращению ставки. Так что посмотрим, повторится ли эта ситуация, или же мы уже оказались на противоположной стороне. Но, думаю, в любом случае, станет понятно этим летом. И, кстати, прошлое лето было довольно утомительным временем. Если мы посмотрим с вами вот сюда, то увидим, что мы упали, потом отскочили, в июне потом снова упали. Так что, определенно, кое-что подобное может произойти. Но, повторюсь, время придет, и мы все увидим. И, кстати, увидим, в такой же манере это произойдет, либо нет. Если мы посмотрим на процентную разницу капитализации рынка, трендовые линии логарифмической регрессии, то получится график типа этого. В данном случае хорошо видно, как часто мы пробиваемся над линией справедливой стоимости. Немного трогая ступней воду, после чего Рына говорит «нет, спасибо», мы идем вниз, а потом идем вверх. Вы видите, что это происходило два с половиной и даже три последних цикла. Два цикла назад, как только мы ушли в зону переоценки, мы не вернулись. В этом цикле мы ушли вверх, но потом видите, что мы снова упали обратно. Это будет стоить того, чтобы увидеть. Ну, то есть, если мы вернемся в 2015, то мы, по сути, окажемся в зоне недооценки с июня 2015 до мая 2017, что буквально составляло два с половиной года. Здесь же мы ушли в зону недооценки в июне 2022. То есть, если взять два с половиной года, это отнесет нас до конца 2024, или даже начала 2025. Что забавно, потому что 2025 будет годом постхалвинга, что в точности совпадает с началом всех этих предыдущих маниакальных фаз. В последнем цикле это началось в четвертом квартале года, в котором произошел халвинг. Но все-таки в дверь этот бомб постучался в году после халвинга. В общем, еще один график для нашего внимания, который может вам помочь в навигации внутри цикла. И повторюсь, я говорил об этом много раз. Гораздо более логично затариться биткоином, чем альтой. Понимаю, что людям это не нравится. И, честно говоря, в следующем цикле я об этом говорить не буду, потому что понимаю, что людям все равно. В общем, ребят, надеюсь, что вам было интересно и полезно. И посмотрим, что нам принесет лето, какие у нас появятся возможности. Так что придет время, и мы с вами вернемся к этому вопросу и посмотрим, что происходит. И последнее, кстати. Хочу наложить общий суммарный риск на этот график. Если вы это делаете, то получаете что-то подобное вот этому. Как бы крутая визуализация данных. В общем, на этом заканчиваю, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что были со мной. И не забывайте, что нашей конечной целью является увидеть капитализацию рынков 10 триллионов. Плюс-минус несколько триллионов. И, ложась спать, мы не знаем, но можем лишь догадываться, что такое несколько триллионов для друзей. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok